Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава первой Маковейской книги Для библейского портала экзегет читаю перевод под редакцией Брагинской Восьмой главе у нас иудеи заключают союз с римлянами Римляне грозят селевкидам, что в случае дальнейших притеснений иудеев Будете иметь дело с нами, что со стороны римлян довольно серьезное предупреждение Да вообще-то не похоже, чтобы до селевкидов это дошло Да и как-то тема римлян, она сразу исчезает на этом А дальше по-прежнему селевкидское войско и иудейские повстанцы борются друг с другом Услышав о том, что Никанор со своим войском пал в бою Это предыдущий полководец, посланный царем Деметрием Который в данный момент сидит на престоле, там уже несколько их сменилось за время этой книги Поскольку они друг друга свергают Вот он понимает, что не вышло и желает все-таки добиться своего Деметрий еще раз послал в земли иуды Бакхид и Алкима Бакхид его военачальник, Алким один из этих коллаборационистов А с ними правое крыло войска То есть значительную часть всей селевкидской армии Где-то треть, наверное Они отправились по дороге в Галгало, разбились танами с салот в Арбелах Захватили это место и перевели много народа Но мы не смотрим на географию, надо было бы на карте показывать Да и не очень важно, в какой конкретной точке Важно, что начинаются какие-то локальные победы, удары Но им нужно взять Иерусалим Иерусалим пока до сих пор остается иудейским А в первый месяц 152 года от Александра Македонского Они разбили стан возле Иерусалима Затем ушли оттуда и направились в бюре Было их 20 тысяч пеших и 2 тысячи конниц Все-таки не очень много Там у нас общая численность 100 тысяч Но уже часть войска у нас потерялась И потом отправили только правый фланг То есть примерно третий Еще есть левый и центр Иуды же встал станом в Иласе С ним 3000 отборных воинов Все-таки сильно меньше они Все время оказывается численно гораздо меньше Увидев полчища врагов Ибо были они многочисленные Наши сильно испугались Многие бежали из стана Так что осталось из них не более 800 человек Смотрите, такая маленькая подробность В основном-то дезертиры Но обычная история Никому неохота погибать А как только они видят, что соотношение 3000 против 20 При этом 3000 это вот ополченцы Мужики похватали, чего у кого было Там вилла топоры И с ними побежали А эти воины в полном вооружении И хорошо тренированные Осталось всего лишь 800 Увидел Иуда, что отряд его разбежался А сражение неизбежно Сокрушился в сердце своем Что времени собрать своих воинов У него не осталось Он пал духом, но сказал оставшимся Давайте встанем и пойдем на супостатов А вдруг мы выдержим сражение с ними Но они отговаривали его такими словами Нет, не выдержим Лучше нам сейчас спасти свою жизнь А потом возвратиться с нашими братьями И уж тогда сразиться с ними Нас ведь мало Но Иуда сказал Нет, не бывать тому, чтобы мы от них бегали А если пришел наш час Мужственно умрем за наших братьев И слава своей не запятнаем То есть смотрите Автор показывает специально Насколько слабо это войско И причем не только численно Не только по своей подготовке Вооружению Но и морально Большинство дезертировало Из четырех человек три Как минимум Иуда сам пал духом То есть вообще нет никаких причин победить Это один из постоянных мотивов Библии вообще Что израильтяне побеждают Не в силу того, что у них оружие хорошее Боевой дух высокий Численность огромная В силу каких-то других причин Бог с ними И вышла из стана войско И выстрелилась против наших Конница разделилась на две части Ну как обычно Конница с флангов охватывает А прачники и лучники шли впереди Как и все самые сильные бойцы Понятно, что прачники и лучники Начинают битву перестрелкой Да, потом Когда уже войска сближаются То они отходят в сторону А ударяют фаланги Тяжело вооруженные пехотинцы Абахид же находился при правом крыле Надвинулась фаланга Развернутым строем Зазвучали трубы И тогда те, кто был с Удой Тоже затрубили в трубы И задрожала земля От крика полков И закипела битва Длившаяся с утра до вечера Фаланга, напомню Это основная тактическая единица У греков, у македонин И в это время селевкидов тоже То есть Строй тяжело вооруженных гоплитов С копьями и щитами Когда Иуда увидел Что Бакхита и Дрой его войско На правом крыле Он собрал себе всех храбрецов Они разгромили правое крыло И преследовали врагов до горы Азота Когда на левом крыле Увидели, что правое крыло разбито Они зашли в тыл Удии И тем, кто был с ним Битва была жестокой Многие пали мертвыми С той и другой стороны Пал из самой Уды А остальные бежали Главный автор даже не пытается Объяснить, каким образом 3000 ополченцев А вообще-то 800 Разбили 20 тысяч Ладно бы еще 3000 Но 800 против 20 тысяч Соотношение 1 к 25 Как они их победили? Загадка Тогда Иоанна Тан и Симон Подобрали Иуда своего брата И погребли его в отеческой гробнице В Мадуине Я напомню, что Иуда Маковей Вместе со своими братьями После смерти своего отца Матати возглавляет это восстание Вот Иуда погиб И оплакал его И горько рыдал По нему весь Израиль Они горевали много дней И говорили Как же пал могучий Спаситель Израиля Прочее, что еще можно сказать Об Иуде И его сражениях И совершенных им подвигах Как и о величии его не записано Всего этого было чрезвычайно много Ну что же делать После смерти Иуды Великий вождь пал Хотя вроде как победил И было так После кончины Иуды По всему Израилю Подняли голову отступники И восстали все творящие беззакония То есть те, кто на стороне Селевкидов Кто презирает отеческий закон Не хочет приносить жертву Соблюдать субботы и так далее Вон и дни начался страшный голод Население перешло на их сторону А Бакхид выбрал нечестивых людей И поставил их владыками страны Они разыскивали и выслеживали друзей Иуды Привозили их к Бакхиду А тот мстил им И издевался над ними И обрушилось на Израиль Великое бедствие Какого не бывало с того времени Как перевелись у нас пророки Серьезная такая формировка Как перевелись у нас пророки То есть время для пророков Оно уже прошло Но тогда было там Разрушение Иерусалима вавилонинами А вот сейчас что-то очень похожее Интересно, что Даже не сами гонения Антиоха и Епифана С которых начинается восстание Но вот это карательная экспедиция Бакхида А потому что каратели всегда Гораздо более жестоко мстят Чем просто те, кто устанавливает некий порядок И вот все друзья Иуды Собрались и сказали Анатану С тех пор, как скончался твой брат Иуда Нет подобного ему мужа Чтобы выйти и войти против врагов Выйти и войти Ну то есть во всех направлениях действовать Да, по-всякому Против Бакхида И на тех, кто враждебен нашему народу Так вот, сегодня мы избрали тебя Чтоб ты был у нас вместо него Начальником и предводителем Дабы вести нашу войну И в такой час принял Антан водительство И встал на место Иуда своего брата Это все еще вот та самая семья Священником Аттати И хотя, в общем-то, только Иуда Носил прозвище Макавей Но они все уже Макавей И узнал об этом Бакхит И вознамерился убить его Но Антан узнал об этом А также Симон и его брат И все, кто был с ним Они бежали в пустыню Такое Расположились в Танаму Водоем Асфар Бакхит узнал об этом в субботний день И пришел со всем своим войском За Иордан Напомню, что Суббота Священный день покоя Некоторые иудеи Вот когда начиналось восстание Не хотели воевать в субботу Они предпочитали быть убитыми Тогда Антан отправил своего брата Во главе толпы И попросил у Набатеев Своих друзей Оставить у них на хранение Много нашего добра Набатеи Это относительно небольшой народ Такого арабского, скорее, происхождения Ну вот они живут Жили в современной Иордании Знаменитый город Петро Это их столица Петро Вот это прекрасное Совершенно вырезанное В скалах Собрание Очень разных зданий Но сыны Ямбри Вышли из Медабы Захватили Со всем, что у него было И ушли Захваченным Ну, понятно Он пытается найти Каких-то Каких-то союзников Кто такие Эти сыны Ямбри Это что Набатеи Похоже, что Вроде как Да, но с другой стороны Почему он их По-другому называет Может какое-то одно Племя небольшое Набатеев После всего этого Иоанна Тану и Симон И его брату сообщили о том Что сыны Ямбри Справляют пышную свадьбу И ведут из Надабата Невесту Дочь одного из знатных Ханаанских вельмок С большой свитой Вспомнили они О крови Иоанна Своего брата Вышли и спрятались Под прикрытием горы Вот подняли они глаза И увидели Шумное шествие Всякого много добра А жених Его друзья Братья с темпанами Музыкантами И толпами народу Вышли им навстречу Тогда они бросились На них из засады И стали убивать их А многие пали мертвыми А остальные убежали в горы Все их добро было захвачено Свадьба обернулась Оплакиванием А музыкой и пением Причитанием Так они отомстили Кровной мести За своего брата И вернулись в болото Возле Иордана Помимо войны С селевкидами Еще и войны Маленькие С окрестными народами Приходится Претерпевать Бакхит услышал об этом И в субботний день Пришел к берегам Иордана С большим войском И сказал Анатан тем Кто был с ним Ну теперь воспрянем Будем сражаться за наши жизни Ведь сегодня не то Что вчера и третьего дня Смотрите Впереди битва Позади Ворда и Иордана Справа и слева Болото и заросли Отступать нам некуда Так что взывайте теперь к небу Чтобы спастись нам От рук супостатов Ну как говорят Во время Куликовской битвы Дмитрий Донской велел Перейти через реку Чтобы отступать был некуда Так и здесь Можно только вперед Назад не получится Вправо влево Не получится Только на врага Извязалось сражение И замахнулся Ионатан Чтобы сразить Бакхида Но тот уклонился Вот знаменитый сюжет Два военачальника Два героя С обеих сторон В личный поединок вступают Тогда Ионатан И те кто был с ним Бросились в Иордан Переплели на другой берег А враги не перешли Следом за ними Реку Иордан Укрепил он Укрепил он также город Бетсуру Газару и крепости Оставил в них войска С запасами пищи Взял заложниками Сыновей предводителя края И посадил их под стражу В Иерусалимской крепости А вот эта самая Иерусалимская крепость Это укрепление Внутри города Рядом с храмом Место где сидит Селевкидский гарнизон И она так и не взята До сих пор Ни разу Повстанцами Это по прежнему Твердыня Селевкидского войска Хотя сам Иерусалим Скорее под контролем Иудеев И периодически Какие-то объявляются Перемирия Вот например сейчас И соответственно Родня Знати местной Она в этой крепости Сидит как заложники В 153 году Во втором месяце Алким велел Разрушить стену Внутреннего двора Святилища Уничтожить дело пророков И уже начал уничтожение Алким там же Первосвященник Посаженный селевкидами Но как раз тогда Алким охватил удар И это помешало Его замыслом Он потерял речь И способность двигаться И не мог больше Вымолвить ни единого слова И дать распоряжение О своей семье Так и умел Алким В страшных мучениях Судя по описанию Инсульт И понятно Что не случайно Это Именно в такой момент Случилось Когда он Готовился Осквернить Храм И разрушить Какую-то его часть Когда Бакхит узнал Что Алким умер Он возвратился К царю И земля Иуда покоилась В течение двух лет А военачальнику Без вот этого Самого помощника Местного Который сотрудничает С властью Там тоже делать Особо нечего Он не понимает ничего Только воевать умеет Но воевать Кажется умеет хорошо И вот все отступники Собрались совещаться И говорили Вот ведь как Анатанов и Присней Живут мирно и спокойно Давайте вернем Сейчас Бакхид Он захватит их Всего за одну ночь То есть это иудеи Коллаборационисты Которые Сотрудничают С эллифкитской властью И для себя В этом видят Большую выгоду Конечно Они врагов выдадут Их за это наградят На должности Какие-то поставят Они отправились К нему Сговорились с ним Тогда он Двинулся в путь С большим войском И тайно разослал письма Всем своим союзникам Ваудеи Предлагая схватить Анатана И тех Кто был с ним Но они не смогли Этого сделать Потому что Замысел их был раскрыт Люди Анатана Захватили около Пятидесяти человек Местных Возглавлявших заговор И перебили их После этого И Анатан И Симон А также те Кто был с ними Удалились В Бетбасе В пустыню Отстроили то Что было там разрушено И укрепили поселение Узнав об этом Бакхид собрал Все свое Многочисленное войско И послал распоряжение Своим сторонникам Из Иудеи Он пришел Разбил стан Возле Бетбасе Долго пытался Завоевать поселение И соорудил Осадные машины Тогда И Анатан Оставил в городе Симона Своего брата А сам отправился В сельскую местность Пришел Причем вышел он С горсткой людей Он призвал Адамеру И сородичей его А также сынов Фассироновых Шатрах Они начали бить И теснить войска Бакхиды Но вот И Анатан Пытается Разжечь партизанскую войну По всему краю Привлекая Каких-то союзников Тогда Симон И те кто был с ним Вышли из города Подожгли осадные машины И сразились с Бакхидом Он был разбит И страшно подавлен Потому что Замысел его И поход Оказались тщетны Он распалялся гневом Против отступников Посоветовавших ему Пойти в эту страну Убил многих из них И решил уйти в свою землю Вот не сработало у них Ситуация уже изменилась Да Иудеи пока не могут Противостоять Селевкидской армии В открытом полевом сражении Но Партизанскую войну Они уже разожгли Такую Что Собственно говоря Планомерная осада Никакая Со стороны селевкидов Уже невозможна Такой вот Момент Патовой ситуации Иудеи не могут Изгнать селевкидов Но селевкиды Не могут захватить Иерусалим И удерживать его Постоянно Узнав об этом Анатан отправил К нему послов Чтобы заключить с ним Мир и чтобы вернуть Пленных Бакхид согласился На это И сделал так Как сказал Анатан Поклявшись не причинять ему Никакого зла До конца своей жизни Он отдал ему пленных Которых прежде захватил В земле Иуды Возвратился в свою землю И уже не решался Снова вступать В их пределы Тогда угомонился Клинок в Израиле Анатан поселился В Махмасе И стал Анатан Судить народ И истребил Нечестивцев В Израиле Основная война Закончилась Но очаги Селевкицкого влияния Прежде всего Крепость в Иерусалиме По прежнему остаются Что будет с ними Следующая Десятая глава Десятая глава